Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас с вами шоппинг-влог. Мы отправляемся в торговый центр на поиски чего-то летнего, интересного, возможно, даже яркого и недорогого. Поехали! Многие хотели резерт, поэтому наша первая остановка именно этот магазин. Только посмотрите на эти краски. Я зашла, пробыла в магазине буквально 2 минуты и столько всего набрала. Многих размеров нет, но это нас с вами сегодня не остановит. И обувь, и тоже шляпку нашла. Между прочим, это натуральная солома и форма у нее очень-очень удачная. Ну что, поехали мерить! Шляпка у меня в размере S. Она очень напоминает мне ту, которую я приобретала на Алиэкспресс в прошлом году. Ей я до сих пор довольна, но не знаю, как-то я так обрадовалась, что настолько стимная модель есть в резертке. На самом деле, это последняя точка, которую я посещаю в этом шоппинг-влоге. Но видео она будет первой, потому что я уже даже успела расстроиться. Во многих магазинах вообще ничего интересного нет. Зато здесь хоть есть что порассматривать и пообсуждать. Итак, со шляпкой мы с вами разобрались. Девчонки, налетайте, если вы любите шляпы, если вы их действительно носите. Потому что она, ну вот, и будет защищать вас от солнца и выглядит невероятно женственно и стильно. У меня у самой есть похожая. И реально в прошлом году каждый раз, когда я ее надевала, все спрашивали, откуда у тебя такая шикарная шляпа. Она с черной лентой. Сзади есть еще такая свисающая часть ленты. Я обязательно вам покажу. Ну и цвет универсальный, будет ко многому подходить. Если помните, у меня даже есть фотографии с ней. Очень-очень она красивая. Поехали дальше. Платье. Платье у меня в размере XS. Расцветка, конечно, на любителя. Я чаще всего выбираю что-то однотонное. Ну, почему бы летом? Немножечко не расслабиться и не поносить больше каких-то ярких красок. Не добавить в свою жизнь даже больше позитива. Вот реально у меня настроение даже лучше. Это видео, если что, не спонсировано ни одним брендом. Я сама приехала в торговый центр. Я это снимаю для себя и для вас. Платье полностью из натурального материала. Вы сегодня будете это слышать довольно много раз. У меня размер XS, но это тоже, чуть забегая наперед, часто относительное понятие. Вы дальше посмотрите во влоге. И платье это подойдет на многие типы фигур. Его можно носить даже таким образом. Вот, приоткрывая плечи. Резинка туговатая и она не будет спадать. Но не настолько тугая, чтобы это было некомфортно. Я вот мерила в H&M. Дальше увидите, как-то это платье мне реально нравится больше. Я, скорее всего, его приобретать не буду, но я подумаю. Также можете добавить пояс. Самый обычный черный для того, чтобы подчеркнуть фигуру. И тогда не будет это все смотреться как балахон. Но очень часто, сейчас даже если посмотрите на всяких модных блогеров, носится именно таким образом. Я взяла неженственные шлепанца, вот такие грубоватые. Сейчас они везде, поголовно в каждом магазине. Моего размера не было. У меня 37. Вижу, что впритык хочется 38. С прошлого года у меня есть более аккуратная модель из H&M Premium и до сих пор она жива. Поэтому я продолжу носить эти из кожзама. И у нас стоят около 12 евро. Так что вполне себе нормальная цена. И выглядят они дороже, чем на самом деле стоят. Шляпа стоит 25 евро. Я приблизительно столько же платила на Алиэкспресс. Постараюсь тоже отыскать ссылку. Возможно, у вас нет резерв. И вот сзади лента. По качеству я не вижу между ними разницы. Но, возможно, вам удобнее будет купить именно в стационарном магазине. Нет, мне явно не хватает солнца, фруктов. На мне сейчас апельсиновый сочный костюм. Жакет в размере 36. Меньше не было. Но я думаю, что идея ясна. Мне пришлось подкатать немножечко рукав. Жакеты в резерв не самое лучшее. Я просто надела, чтобы было видно, как это смотрится в комплекте. Футболка с надписью могла бы быть и поплотнее. Но вообще нормально. Ничего против не имею. У меня есть футболка из Утерк. Она более качественная. И я сразу вам говорю, что я забираю с собой брюки. Потому что мне довольно сложно найти вот такие удлиненные брюки. Типа как палацам. Чтобы они были в пол. Чтобы они и в талии хорошо сидели. На мне размер 34. Не хочется ни больше, ни меньше. Они не на резинке, а в виде вот таких классических брючек. Застегиваются на пуговицу внутри. Еще на вот такие железные штуки. Я не знаю, к сожалению, как они называются. Брюки очень приятные. Это не синтетика. Будут мяться. Но для меня это окей. Смотрите на мой. Рост метр шестьдесят два. Если есть легкий подъем, то они чуть-чуть будут волочиться по полу. Но в этом и кайф, мне кажется. Благодаря этому они удлиняют силуэт. И в принципе как-то смотришься более даже стройной в таких брючках. Не знаю, как вы сейчас это видите. Но реально я невысокая. И многие модели такого плана выглядят не очень. Здесь завышенная посадка. Все как мне сейчас нравится. И можно даже с кедами, с чем угодно. Единственное, что если высокая девочка, то надо мерить. Потому что я среднего роста. И видите, как обстоят дела. Жакет? Жакет нет. Не беру. Но брючки да. Я в последнее время как-то влюблена вот в такой формат. Цена брюк у нас 29 евро. Тоже окей. Футболка. Футболка. Смотрим. В евро почему-то не вижу. Но это где-то меньше 10. Жакет у нас стоит 49 евро. Хотела не просто померить, а взять себе кюлоты зеленого цвета. Сейчас в камере кажется, что он чуточку темнее. Но на самом деле это цвет такой свежий, зеленый, весенний травы. Материал очень-очень приятный. И к сожалению вообще нет ни одного экземпляра. И только посмотрите, как здорово это выглядит с термяшкой. Жакет мягкий. То есть он не должен быть структурированным и с любой обувью. Здесь у нас вот такой вариант на манекене. Их также я уже не нашла. Как бы стеганные сверху а-ля бархатистые. Буду высматривать онлайн, потому что кюлоты очень классные. Платье очень достойное, с таким квадратным вырезом. Здесь более плотный хлопок, чем я дальше буду мерить во влоге. Стоит оно 39 евро. Это прекрасная цена за такое качество. Вот прям трогаешь. Но вопрос в том, не будет ли жарко в таком платье. То есть я знаю, что мне нужно что-то полегче. Но если вы ищете себе модель миди, и погода вам позволяет носить хлопок чуть поплотнее, то вот присмотритесь, вы 100% не пожалеете. Дальше у нас хлопковое платье в 36 размере. Я скажу вам, что мне предыдущее нравилось чуть больше. Но по размеру, даже если вы в положении, вы тоже спокойно можете его носить. То есть, наверное, по длине оно будет отличаться и как-то вот здесь в плечах. Но окей, на мне сейчас пара обуви. Очень похожа на ту, которая была в прошлой коллекции Zara, или даже позапрошлой. Стоит она где-то в 22 евро у нас. Плюс-минус. И это не кожа. Но они очень мягенькие и удобные. 38 размер. Мне как раз, чтобы это смотрелось более стильно, добавляем какие-то очки. И эти тоже из резерв и тоже модную обувь. Платье играет по-другому. Можно также взять базовую черную сумку и вперед. Типа сумку-шоппер. Или же даже надеть шляпу, которую я только что нахваливала. Соломенную сумку. Соломенную сумку. И вперед на пляж. Ой, даже не видела. Вот шла на кассу. Такие же шлепанцы, как кремовые, мы с вами мерили. Есть еще и мятные. Еще одна шляпка. Буду ждать ее на скидках. Она стоит 26 евро. И это соломка. Если же вы не носите шляпы, но хотите закрывать лицо, то в наличии есть еще и козырьки. Козырек тоже супер вещь у меня есть. Но он так не давит голову, что... Вот этот козырек должен быть чуточку другим, потому что он завязывается и можно подрегулировать под свою голову. Тоже платье из хлопка в 36 размере на мне. Как-то так не очень удобно его одевать. И мне кажется, что на манекене она смотрелась более выигрышно, чем на мне. Но все равно модель интересна. Этого необычное платье в стиле балахона. Тут что-то постарались, придумали новенького. Я думаю, что многим может понравиться. Но есть и те, кто больше по классике, так как я. То есть видно животик, что-то тут происходит такое нетипичное. Ножка будет видна при ходьбе. Если чуть-чуть это все расстегнуть, надеваем любую обувь. В том числе и спортивную. Сейчас вообще белые кеды можно носить абсолютно совсем. Пожалуйста, напишите, как вам такое платье. Напишите, пожалуйста, носили бы вы такое платье. Где-то в отпуске, возможно на пляж или же в город. Меня вот не смущают открытые участки тела. Я часто хожу стопами. То есть видно живот вообще между брюками и грудью. То есть дело не в разрезах. Между прочим, разрезы это то, что сейчас... Не разрезы, а вырезы. Это то, что сейчас тоже в тренде. Розовое платье 44 евро. И не сказала вам, вот это 34, оно дешевле. Стильный джинсовый костюмчик. Мне абсолютно не идет такая модель. Но возможно у вас уже бедра и тоньше талия. Очень приятный глазу розовый цвет. И прикольная курточка идет. Укороченная. Так, интересно сделано. Чуть-чуть расширены рукава. Более такой молодежный вариант. Или возможно у вас фигура совершенно другая. Тоже можете мернуть. Или заказать, померять дома. Куртка у нас стоит 29 евро. И брюки 24. Удобно, когда на этикетках сразу указаны разные валюты. Чтобы вы понимали, у нас очень большой ассортимент. В стационарных магазинах резерт. Но чтобы что-то найти, нужно очень сильно постараться. Но попадаются настоящие жемчужины. Много платьев миди. Смотрите состав. И зачастую в летних коллекциях много хлопка. Такие яркие в цвете фуксии платья миди. Что-то похожее на то, что я только что мерила. Только другой вырез. Более круглый. Не более круглый. И черное платье такого же формата. В Заре такой фурор. Очень много людей. Я надеюсь, что мне удастся померять хоть что-то. Хотя я была в этом магазине. И особо мерять нечего. Как-то жакеты, жакеты. Больше весна. Или что-то просто белое, бежевое. Такое базовое. Если помните, в этом сезоне я покупала 2 терняшки из Зары. Они очень хорошего качества. И безумно довольны. И сейчас такие же. Вышли только с коротким рукавом. Правда, нет XS. Я вижу, что S довольно объемная. На M спокойно подойдет. Но я все же мирну. Я еще видела в других цветах. И если у меня моя кремовая в черную полоску, то эта синяя, она есть еще и в красную. И темная со светлой полоской. Так что можете поискать. И стоят они так же, как с длинным рукавом. Насколько я помню. Вот номер артикула. Ну, а мы начнем мерять. Надеюсь, что я помещусь в шорты, которые я выбрала. Саре у нас с вами морская тематика. Мне очень нравится. Как бы себя остановить, чтобы этого всего не взять. Но у меня нет темняшки на лето. И я как раз хотела приобрести шорты. С шортами я погорячилась. То есть я переживала реально, что они такие вот маленькие. И не хотелось, чтобы опять же это все обтянуло меня. И чтобы я выглядела так, как будто я натянула на себя не свой размер. Но благодаря тому, что здесь свободно, я могу все заправить. Также в бедрах ничего не тянет. Материал эластичный. Поэтому я, возможно, даже мирну XS. Но я сомневаюсь. Наверное, возьму этот, чтобы чувствовать себя свободно. Чтобы ничего не сковывало. И я всегда переживаю за то. Не всегда, а как-то в последние сезоны, что шорты будут очень короткими. И не хочется светить своей пятой точкой. Потому что мы довольно активная семья. Я практически везде с детьми, с собакой. Поэтому слежу за этим. Нашла очень прикольную сумочку. У меня есть другая плетеная. Вот такого цвета. Я думаю, что она сюда вписалась бы просто идеально. Шляпка очень легкая. Она пропускает воздух. Это также натуральный материал. Она, по-моему, была и в прошлом сезоне. И она очень клевая. Я ее не купила тогда. Не помню по какой причине. Вот сейчас думаю, может, стоит все-таки взять ее. Потому что, когда надумаешься искать, обязательно ничего не будет. Девчонки, вот смотрите, насколько великоваты шортики. Я к тому, что они не маломерят. И к этому наряду я взяла обувь такую же, как у меня, и в светлом цвете. Только в более карамельном. Я затрудняюсь сказать, в каком мне нравится больше. И те, и те прикольные, очень удобные. Я до сих пор не передумала. Моя пара у меня дома. Просто решила показать вам другой цветовой вариант. Но я решила почему-то оставить себе светлые. Хотя и те, и те прекрасные. Возможно, на скидках возьму и вторые. Потому что они суперстильные. Они произвели у меня на канале в инстаграме фурор. Как вам? Такой нарядик, мне кажется, очень по-летнему. Я думаю, что большинство так же, как и я, за. Поэтому терняшку и шорты мы с вами берем. Возможно, вы не смотрели мой влог с покупками из Zara. Вон стоят темные, которые были на мне примерочные. Вот это светлые, которые купила себе я. Более практичные все-таки те, которые потемнее. Забыла вам показать в примерочной. Так торопилась, потому что собралось много людей. Не хотела создавать очередь. В общем, здесь такие золотистые пуговицы. И они, кстати, более качественные, чем, например, манго. Были на кардигане. Также здесь есть кармашки. Я люблю, когда присутствуют карманы. И это также хлопок с аластаном. То есть чуть-чуть тянется. Оставаясь в теме сандалий. Нашла вот такие на шнуровке. Я вижу, что похожие как манго есть в Zara. Но в Zara еще и в морской тематике больше. Будем пытаться найти в манго классные шорты. Мне понравилось то, что они удлиненные. Я взяла в 36 размере, чтобы они сидели свободно. Еще нашла юбку. По-моему, это S. Но посмотрим, как она сидит на мне. Платье миди в красивом, таком насыщенном темно-голубом цвете. Потому что синим я все-таки назвать его не могу. Не знаю, как передает камера, но это больше голубой. И хлопок он и в Африке. Хлопок он и везде мнется. К сожалению, опять же, не успевают отпаривать даже здесь. Первый образ манго. Мне немного что понравилось. Но вот эту этикетку, хотелось бы ее куда-то пристроить, снять не могу. Очки очень-очень стимные. Как и сам наряд. Это лен. Лен манго, к сожалению, не бюджетный. Но я даже склоняюсь к тому, что я, наверное, возьму этот костюмчик. Еще померяю на размер больше. Жакет здесь вообще-то и не должен застегиваться. Мне нравится с таким укороченным топом, в котором я пришла. Красивый цвет. И вот гляньте, какая длина шортика. Я взяла сумку. И я, конечно же, не стану ее брать. Но просто, чтобы глянуть, как это будет смотреться все вместе. Какую-то такую расслабленную. У меня тоже есть сумочка, которая сюда неплохо вписалась бы. Вот эти топки. Они такие удобные. Я не могу. Спереди как бы такой бантик. Видите? У меня из H&M другие. И эти даже выглядят более качественными. И ощущаются. Теперь жалею, что поспешила. Видно, что эти такие более добротные. Но они стоят в три раза дороже. Поэтому вы уж смотрите сами. Я обойдусь шлепанцами из H&M. Но это не отменяет тот факт, что эти суперские. Давайте разберемся с шортами. Они на завязке. Лен слегка колется, но не критично. Что я хочу вам сказать. Вроде как XS неплохо. Но мне почему-то хочется взять Эску. Я все переживаю, что я снова постираю лен. И будет полная катастрофа. То есть здесь окей. В бедрах. Но я тоже прошла. Просто боюсь, что они сядут. И потом я уж точно не втиснусь. Попробую Эску. Нравится мне такое сочетание. Похоже, этот костюмчик таки поедет со мной домой. Давно искала нечто похожее. И кажется, я нашла. Да, все-таки вижу, что Эска дает мне больше воздуха внутри. А летом это тоже актуально. Когда все прилипает к телу, это не очень комфортно. Поэтому я беру себе в размере S. И шорты, и жакет. Жакет получается больше оверсайз. Супер. Очки можно было бы и покрупнее на мое лицо. Но если у вас личико маленькое, то будет смотреться очень аккуратно. Поэтому я продолжаю свои поиски. В целом мне не нравится сочетание, которое у меня получилось. Потому что я думала, что кардиган будет длиннее. Это раз. Во-вторых, я вижу, что он на рукавах начал слегка кататься. Пуговицы дешевые, во-первых. А во-вторых, они не очень хорошо пришиты. Поэтому за такую цену, мне кажется, что, ну, как-то завышена она слегка, скажем так. Можно было бы взять кардиган побольше. И, в принципе, с брюками или с темными джинсами под рубашку. Так как на манекене мне бы нравилось. А вот с шортами что-то не срослось. Шорты. Шорты на меня велики. Дело даже не в том, что они сейчас свободно сидят. Я так и хотела, но они начнут тянуться. Буду я их ловить спустя несколько дней после того, как начну носить. Длина у шорт хорошая. Но они вот как-то так расширяются, типа, как юбочка. И что-то как-то не так я себе это представляла. Но есть хорошая новость. Это футболка. Манго довольно редко раньше встречались футболки хорошего качества. Из плотного такого материала. Это такое как надо. И длина у футболочки. У меня в размере S. Прекрасная. Рукав не облегающий. То есть даже M я думаю, что окей будет. Но я обычно беру или на размер больше, или в своем размере. Тогда все хорошо. Вот футболка зачетная. Ой, не знаю. Прижила померить шорты в бермуды. Но вот очень редко на меня что-то садится из манго. Именно из нижней одежды. Там брюки и все вот эти дела. Джинсы. Прям крайне редко. И смотрите, в талии супер широко. То есть сзади и по бедрам прекрасно. Но мне кажется, я прям ощущаю себя на 10 лет старше в таких шортах. Не знаю. Наверное, это не моя модель. Мне нужно искать покороче. Они так прикольно обрезаны внизу. Но если вы, девочка, повыше, наверное. Потому что метр шестьдесят два. Я вообще ни туда и ни сюда. Кошмар. Юбка мне очень нравится. У меня она в размере S. Она с завышенной талией. И сидит довольно свободно. Но я не люблю короткие юбки. Прям в облипку. Мне кажется, это как-то так пошловато смотрится на мне. А так, окей. И карманчики здесь такие удобные. То есть юбку я, наверное, возьму. Потому что у меня нет коротких юбок. А это со всевозможными топами укороченными. Будет прям очень хорошо. Не обязательно с каблуками. Даже с какой-то обувью на плоском ходу. С конверсами, с кроссовками. Мне нравится. Юбку мы берем. При входе в магазин наблюдала буквально борьбу за эти платья. Но, к счастью, никому не нужен был размер XS. Господи, можно было бы об этом вообще не говорить. Я вижу, что девочки убирали там L и M. Поэтому я свободно взяла померить. И я хочу вам сказать, что качество этого платья нормальное. Это хлопок. Я специально не застегивала до конца. Так как я не знала, что у нас с этим платьем получится. Я оставила туферки, в которых я пришла. Это из зимней распродажи, по-моему, Зары. Я еще взяла клатч. Вот эти клатчи огромные. Я хотела себе заказать в другом цвете. Скажу вам потом, что меня остановило. Покажу вам его. Но он очень-очень вместительный, объемный, стильный. И удобно, что здесь есть вот такая петелька. То есть, не обязательно носить это все подмышкой. Вот таким образом. Мне кажется, что эта сумка вообще-то для этого великовата. Во всяком случае, для моих пропорций. Я как это, знаете, даже не знаю, на кого я похожа. Но, короче, выглядит это смешно. О! Платье имеет красивейший цвет. И если бы это все еще как-то подсобрать поясом. Но, опять же, платье бюджетное. Еще дополнительно покупать пояс. Возможно, он у вас уже есть. С карамельным цветом тоже будет красиво. Но такое платье-рубашка. У него хорошие крои. Она нигде ничего не сдавливает, не сковывает. И длина тоже прекрасная у него. Какая красивая летняя джинсовая куртка. Светлая такая. Вот еще рядом полоска. Тут идеальное сочетание. Довольно объемная. Такая оверсайз. Цена у нее тоже доступная. Как интересно. Я как-то привозила похожие сандалии из центропа. А тут, пожалуйста, в манго. Не знаю, как эти носятся. Но мои очень-очень удобные. Они подгоняются под ногу. Но радует, что это кожа. Это в теории не должно натирать. Мне нравится сочетание цветов и фактур. И похожие сандалии только в более темном цвете. Теперь до меня дошло, почему столько вопросов. Не из манго ли моя рубашка из льна? Потому что в их новой коллекции также представлены... Кстати, сейчас не видно. Очень красивый мятный цвет. Бежевый и также белая льная рубашка. Цена у нее тоже окей. Как для льна. Я вам говорила, что манго он не дешевый. А штанишки? Штанишки у нас стоят... Тоже сколько это? Наверное, около 30 евро. Что-то такое. Заглядываем в H&M. А вот и платье, которое я уже успела себе приобрести. Я имею в виду черное. У него классный материал. Летом будет совершенно не жарко. Я так и знала, что эти платья разберут не только онлайн, но и в стационарных магазинах не окажется моего размера. Очень красивый принт. По-моему, в стиле Гуччи. Жатая ткань... Ну, как жатая? На резинке в области груди. Здесь красивый рукавчик в виде фонарика. И также длина меди. Мне все-таки удалось найти несколько интересных летних вариантов в основном платьях. Но помимо этого еще и аксессуары, обувь и даже шляпка у нас будет. Летний сарафан без бретелей. Это полностью хлопковая ткань. Я обожаю такие модели. Именно на лето, когда очень жарко, в отпуске, в повседневной жизни. Я хожу так, даже без белья. На мне сейчас размер XS. Но, честно говоря, тут плюс-минус один размер тоже можно мерить. Потому что в верхней части полностью есть резинка. И также в талии. Я даже побаиваю, что он может слегка спадать. Потому что грудь у меня небольшая. Я подумаю, но мне очень нравится расцветка. И ткань супер приятная. Я уверена, что он будет хорошо носиться. Также длина у него прекрасная. Такая меди. Очень женственно все это смотрится. Я бы носила такой сарафан с моими шлепанцами из Зары. В принципе, с любой светлой углови. Я вот нашла в H&M такой вариант. Они, конечно, только на один сезон. Потому что будут быстро пачкаться под пальчиками. Я покажу вам поближе. Там материал. И, ну, мне кажется, что есть более удачная обувь. У меня размер 38 тоже прекрасно. Я просто балдею от этой шляпки. Мне она очень нравится. Супер стильная. Но, во-первых, это темный цвет. То есть он будет притягивать солнце. А, во-вторых, это не натуральный материал. Нужно поискать что-то такое из соломки. Но она очень-вочень красивая. Решила показать вам тот же сарафан. Только с другими аксессуарами. Я нашла сумку на распродаже. Она полностью из ткани. С такими черными контрастными ручками. И окантовкой из кожзама. И, помимо этого, на мне еще и сандали. Вот такие похожие есть в Zara. Кстати, эти гораздо удобнее. Но тоже покажу вам поближе тот же минус, что и в этих шлепанцах. Образ в целом бомбический. Мне так даже больше нравится. Но очень сложно подобрать все супер качественное, супер удачное в одном магазине. Но, как задумка, класс. Я беру себя на вооружение и буду стараться сделать нечто подобное. Вот сейчас смотрю на эти сандалики. И думаю, а может дать им шанс. Пусть и ненадолго в моем гардеробе, но они настолько приятные. Я приятно удивлена. Простите за тавтологию. Платье девочки-припевочки. Я не знаю, как вы относитесь к таким моделям. Но, например, когда реально жарко плюс 35, то мне не очень-то и хочется надевать что-то длинное. Например, миди там или какие-то шорты. Хочется, чтобы тело дышало, чтобы все так проветривалось. Поэтому я с удовольствием ношу такие платьица. Я заметила, что некоторые из моих очень старых бизнес-серис. Поэтому я с удовольствием обновлю свою коллекцию. Длина у него тоже хорошая. Даже если будешь наклоняться, но при моем росте метр пятьдесят два приблизительно. Я давно не измерялась, но, по-моему, я не выросла. Нормально все. На метр семьдесят пять, конечно, оно будет коротким. И обратите внимание на то, насколько универсальна эта пара ловин. То есть она реально приходит к каждому наряду, который я надеваю на себя. И здесь нет подкладки, но я не вижу, чтобы у меня как-то очень сильно просвечивалось белье. Оно на мне бежевое и все окей. Даже рукава-фонарики здесь прикольно так стоят. На свою цену, мне кажется, ок. И взяла бижутерию, которая мне не очень нравится. Все вот это пластиковое пройдет мимо меня в этом сезоне. Но такой вариант я бы еще согласилась надеть. Это типа поджемчик сделано и подвеска из бисера и каких-то вот таких цветных штучек, бусинок. Мне нравится. Незамысловатый вариант наряда, опять же, на каждый день. Я не работаю в офисе, поэтому я могу так ходить целыми днями. По поводу обуви. Несмотря на удобство и комфорт, я все-таки не буду брать ни одну, ни вторую пару. Посмотрю еще, может, что-то интересное есть в заре. Это типа как мешковина, она же за один-два раза запачкается. Мы с вами в основном не живем в каких-то странах, где настолько чисто, чтобы можно было себе позволить щеголять в такой обуви. Я пока что, я думаю, что никогда к этому не приду, чтобы обувь была на один-два раза. И я не думаю, что у нас со временем станет суперчисто. Но 38 размер на 37,5 тоже ок. Также есть варианты с широкими полями и огромное количество купальников. Я вижу, что здесь у нас в магазине не все представлено. То есть онлайн больше выбора. Я обожаю качество купальников H&M. Они действительно неплохо носятся как слитные модели, так и раздельные. Очень крутой полосочку. Я себе в прошлом году купила другой. Но если бы у меня его не было, я бы уже пошла к примерочную с этим. Обычно я беру себе верх 34, слитный в 36 размере и низ тоже 36. Сейчас практически в каждом магазине есть такого плана обувь. Но я как-то не знаю, мне кажется, что это настолько грубо выглядит на ноге. Вот только посмотрите. Я даже не хочу мерить. Простите меня, пожалуйста, но мне это как-то напоминает о детстве. И возможно там всякие фэшн-гуру надевают. Это прикольно, но на мне это будет несуразно смотреться. Вот такие типа пляжные еще окей. Есть гладкие, а есть с оконами в стиле ботега. Я не уверена, что все оценят это платье. Но я считаю его невероятно стильным. Я, пожалуй, даже возьму его себе. Ешь сколько влезет на мне размер XS. Но, как вы понимаете, здесь все очень и очень относительно. С размерной сеткой в тех моделях, которые я сейчас примеряю. Это вискоза 85%. Мне нравится, как оформлен рукав. Здесь такая стильная какая-то завязка. Очень интересно, необычно. Сбоку размеры с любой ововью, грубой, даже с кроссовками класса. Мне нравится то, что ткань сжатая. То есть не нужно особо отпаривать. Смотрится так, как будто все так и задумано. Но, конечно, вот эту часть не мешала бы отпарить. Клевое платье туника. Я уверена, что сейчас многие его раскритикуют. А потом, когда я буду где-то в инстаграме или во влогах, все будут интересоваться. Оля, откуда твое платье? А я вам уже сейчас говорю, что это H&M. В подвеске я специально сюда заглянула. Вот эти цепи смотрятся дешевле, чем я купила, опять же, в H&M. Только она как будто слегка потертая. Не такая блестящая. Приедем домой. Если не забуду, то покажу. Ну, а ссылка будет ждать в инфобоксе. Может, она чуточку дороже, но смотрится более стильно. Это я вам обещаю. Помимо этого, есть еще и такие подвески, всевозможные цепочки. Но я как-то не совсем прониклась этим трендом. Напишите, как вам. Мне кажется, что это больше подростковая тема. Если не мочить эти тонкие подвески, то даже так на сезон 2 не хватает. Поэтому я с удовольствием здесь беру. И тут, конечно, сложно что-то выбрать. Нужно стоять минут 15, все рассматривать. Но мне нравится, когда что-то такое нежное, ненавязчивое висит на шее. Кстати, вот моя любимая сумочка. Тоже покупала ее. Кто искал онлайн, в стационарных магазинах все еще могут быть. И есть еще и панамы с таким принтом. Панамы, вот скажите, вы носите или нет. Я считаю, как-то пока что не нашла свою. Хотела быть с широкими полями, и это вроде как такая. Слушайте, панама классная, я даже не ожидала. На мне размер Эли хочется чуточку меньше. Я тоже, пожалуй, ее куплю. И когда буду возвращаться за платье, у меня в магазине есть еще возврат. Поэтому эти НГ, жди меня, называются. По приезду домой я заметила, что кадры, которые я снимала вначале в торговом центре и в конце очень сильно размыты. Поэтому мне приходится все перезаписать. И, похоже, кому-то придется сменить влоговую камеру. Так что я начинаю поиски. Пожелайте мне удачи. Я все-таки предпочитаю онлайн-шопинг, потому что это не отнимает так много энергии. Это раз. Во-вторых, у нас гораздо интереснее ассортимент именно в онлайн-магазинах. По той причине, что с марта прошлого года по большей части у нас закрыты торговые центры. То открывают на чуть-чуть, то снова надолго закрывают. Поэтому многие стационарные пункты продажи просто-напросто боятся привозить очень много товара. Поэтому очень так все ограничено. И, честно говоря, не особо понятно. Поэтому я продолжу покупать все онлайн. Но это особый вид удовольствия прогуляться по магазинам, все потрогать, все посмотреть, все попримерять. И та причина, по которой мне довольно сложно даются шопин в блоге, это то, что я никогда не одеваюсь только в одном магазине. Это может быть микс разных вещей и аксессуаров из масс-маркета. Но чтобы вот прям все суперудачное подобрать в одном H&M или в одной Zara и в других магазинах, это довольно сложно. И в реальной жизни все совершенно не так. Я присмотрела себе несколько вещей. То, что я говорила, я приобрету, я такие купила. И если вам интересно будет посмотреть, как я купленные вещи новые буду носить в образах с моими аксессуарами, с моей обувью, обязательно дайте мне знать в следующем влоге в одном из. Я обязательно все это покажу. Потому что, например, очки я все же в последнее время покупаю более качественные. И когда на тебе совершенно простая вещь, но клевые аксессуары, это играет совершенно по-другому и не смотрится, грубо говоря, дешево. Ну то есть я считаю, что в каждом бренде можно найти хорошую вещь. И пусть она будет чуть слабее по качеству, чем другие из твоего комплекта. В целом это все смотрится прилично. И в такой реальной жизни, в действительности, мне никто никогда в жизни не сказал, что я выгляжу дешево. И не потому, что вещи дешевые, а потому что внешний вид у тебя такой. Я очень люблю сочетать вещи из разных магазинов. Я надеюсь, что вы это понимаете. И да, очень часто у нас в соционарных магазинах вещи супер помятые. И это еще одна причина, по которой я больше все-таки люблю онлайн-шоппинг. Потому что когда вещи приезжают из интернет-магазина, они пусть и помятые, но это совершенно другая помятая. То есть какие-то линии чисто из-за того, что все это было аккуратно сложено. Что они делают с этими вещами в магазине, я без понятия. Но тем не менее, я где-то их понимаю. Понимаю, почему так. Я знаю, что во многих странах, откуда вы меня смотрите, не было такого жесткого локдауна, как у нас. Где-то было еще похлеще. Поэтому имеем то, что имеем. Живем в таких реалиях. И всегда делайте на это скидку, даже когда приходите в магазин. На этом мы с вами уж точно прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.